Это рубрика «10 вопросов». Видел на сайте минимальную ставку 0,1%. Расскажите поподробнее, на что она распространяется и как ее получить. Мы предлагаем своим клиентам сервис безопасных расчетов и электронную регистрацию. При покупке квартиры не в ипотеку клиенты также могут воспользоваться какими-то сервисами Сбербанка. Всю ответственность за перечисление несет банк. Следующий вопрос про рефинансирование. Вкратце есть такая программа. Привет, с вами Моисеев Сергей. Это рубрика «10 вопросов». Сегодня мы находимся в офисе Сбербанка. И на наши вопросы будет отвечать Сергеева Оксана, старший специалист по работе с партнерами. Оксана, добрый день. Добрый. И первый вопрос. Какие документы нужны для оформления ипотеки? Если мы говорим о подаче заявки для зарплатных клиентов, то у нас минимальный пакет документов. Для них требуется только паспорт, скан паспорта. Если мы говорим о других категориях заемщиков, то необходимо скан паспорта, справка о доходах, два НДФЛ либо по форме банка, и скан трудовой книжки, заверенные работодателем. То есть для зарплатников Сбербанка никакие документы не нужны, только паспорт. Для обычных клиентов это стандартный пакет документов. Да, верно. Второй вопрос. Видел на сайте минимальную ставку 0,1%. Расскажите поподробнее, на что она распространяется и как ее получить. Есть такая у нас ставка, да, она составляет 0,1. Это те застройщики, которые работают с нами по договору субсидирования. Вся актуальная информация, она размещена на сайте Данклик. Из таких крупных застройщиков могу сказать, что работает Легион и твоя привилегия. Хорошо. Третий вопрос. Поговорим о сервисах Сбербанка. У вас есть такая услуга, как безопасные расчеты. Что в них такого безопасного? Да, действительно, мы предлагаем своим клиентам сервис безопасных расчетов, сокращенно СБР, и электронную регистрацию. Электронная регистрация нам дает ряд преимуществ, таких как сокращенные сроки регистрации объекта недвижимости. Вы экономите свое время, вы не ходите дополнительно в банк, в МФЦ. То есть расчеты происходят в автоматическом режиме. Сервис безопасных расчетов, он дает нам возможность, опять же, исключить дополнительный визит в банк. Также не возникает зависимости от заемщика. То есть мы указываем реквизиты продавца и по ним делаем перечисление. Как только переход права происходит, банк в автоматическом режиме делает перечисление продавцу по указанным реквизитам. Здесь мы с вами, опять же, экономим время ваших клиентов. Они дополнительно не приходят в банк, не получают денежные средства и не перечисляют. То есть здесь расчеты происходят в автоматическом режиме. Если мы говорим о преимуществах СБР в ипотечных сделках, то здесь мы экономим время, исключаем дополнительный визит в банк, это первое. А второе, у нас не возникает зависимости у продавца от заемщика. Когда заемщик не приходит дополнительно в банк, не стоит в очереди, не получает денежные средства, они перечисляются автоматически после регистрации. Четвертый вопрос. Это электронная регистрация. То есть расскажите вкратце об этой услуге. Электронная регистрация дает возможность нам, опять же, сократить срок регистрации объекта недвижимости. Это проходит в стенах банка. Данную регистрацию проводит сотрудник банка, что исключает, опять же, ошибки. Если есть какие-то у нее замечания, она может их исправить в моменте. Если замечание выставляет Росреестр, опять же, связь идет между банком и Росреестром, она их самостоятельно устраняет. Но самое важное такое преимущество данной услуги – это сокращение сроков регистрации. И скидка по ипотечной ставке у нас снижается на минус 0,3%. Пятый вопрос. Сделки за наличку. То есть при покупке квартиры не в ипотеку клиенты также могут воспользоваться какими-то сервисами Сбербанка. Как это происходит? Да, у нас есть замечательные два сервиса. Это сервис электронной регистрации за наличный расчет и сервис безопасных расчетов. Вот более подробно расскажу сначала про сервис безопасных расчетов. Стоимость данной услуги стоит 3-400. Значит, сделка оформляется, записывается в режиме онлайна. Вы записываете на сделку, приходите к определенному менеджеру в определенный офис, какой вы пожелаете. Это либо офис на Комсомольском проспекте, либо на Труда, где мы сейчас находимся, либо на Сдержинского. Данную сделку проводит квалифицированный специалист банка. Дает вам дополнительную проверку паспортов всех участников сделки. Сличает ИНН с НИЛС паспорт. Данная услуга стоит 3-400. Как это работает? То есть вы приходите в офис банка, подписываете договор купли, размещаете деньги на ЦНС. Счет это заблокированный, он не принадлежит ни покупателю, ни продавцу. И как только право осуществляется, банк убеждается в этом и делает перечисление. То есть здесь всю ответственность за перечисление несет банк. То есть это своего рода как банковская ячейка, правильно я понимаю? Но это гораздо современнее, интереснее и безопаснее, я бы так сказала. И объекты, какие у нас подходят под наш сервис, это дом с земельным участком, просто земельный участок, квартира, апартаменты, коммерция. То есть практически все объекты, которые мы покупаем либо продаем, они подходят под наш сервис. Данная услуга также возможна при доверенности. То есть, допустим, продавец покупает объект, вернее продает объект недвижимости по доверенности и можно также его проводить через сервис безопасных расчетов. Если вкратце резюмируя, что можно сказать из преимуществ? Это безопасность и продавца, и покупателя. Это гарантия перечисления денежных средств продавцу. И удобство, то есть сделка проходит в стенах банка, договор купли-продажи мы готовим бесплатно для этих сделок, за наличный расчет. Исключаем всяческие ошибки в составлении договора. И скорость, в принципе, это минут 20 займет вашего времени. Сделка за наличный расчет через сервис безопасных расчетов. Это, наверное, можно просто привести пример. Если клиент покупает за наличный расчет, то ему придется денежные средства отдать до регистрации. Да, здесь риск есть. То есть, как ему подстраховаться? То есть, можно прийти в Сбербанк, разместить денежные средства на номинальном счете. И, соответственно, эти деньги продавец получит после регистрации. То есть, здесь, соответственно, и покупатель, и продавец застраховывает. Да, еще из преимуществ данного сервиса – это стоимость фиксированная. Она не зависит от суммы объекта, стоимости объекта. В этой услуге сервиса безопасных расчетов нет определенного срока. То есть, деньги там могут лежать и 6 месяцев, и 3, и год. То есть, мы не ограничиваем клиента. И в случае приостановки, допустим, регистрации объекта, все денежные средства, они будут перечислены покупателю. То есть, здесь риск абсолютно исключен. Резюмируя вышесказанное, можно что отметить, что если вы планируете проведение покупки объекта недвижимости за наличный расчет, вы можете воспользоваться услугой, сервисом безопасных расчетов в офисе банка. Спасибо. Следующий вопрос. Про рефинансирование. Расскажите вкратце, как она у вас. Вкратце есть такая программа рефинансирования ипотечного кредита. Ставка 7,9. В чем такое огромное преимущество данной программы? О том, что вы можете аккумулировать в одном кредите несколько своих кредитов, таких как потребительский кредит, автокредитование, кредитные карты. Но основным вашим продуктом должен быть ипотечный кредит. До полутора миллионов вы можете закрыть остальные кредиты и миллион взять на личные нужды, ну так скажем, на какой-то ремонт. Следующий вопрос. Это госпрограмма. Расскажите, как повлияла, какая ставка? Одна из сегодняшних популярных, так скажем, наших программ – это ипотека с господдержкой. Значит, ставка у нее 6,1. Базовая ставка 6,4. То есть, если клиент пользуется электронной регистрацией, использует в сделке, то ставка у него снижается на 0,3. И итоговая ставка получается 6,1. При условии, если он страхует жизнь и здоровье. Значит, сумма кредита может составлять в нашем регионе 6 миллионов рублей. Можно приобрести как по договору купли-продажи объекты от застройщика, так и по договору долевого участия. Значит, требования к заемщикам, они стандартные, как по всем программам. То есть, это гражданин Российской Федерации. Первоначальный взнос составляет 15%. Если вы оформляете данный кредит по двум документам, то первоначальный взнос у вас будет составлять 30%. А если обычная? Обычная, это 15%. То 15%. Да. Значит, срок мы продлили до 30 лет. Ну, повторюсь, это покупка у юридического лица, как по договору купли, так и по договору долевого участия. А если будет уступка от ИП, от, так скажем, тоже аффилированного лица, от застройщика? Если это договор, да. Если это не готовое, то можно. Если готовое, то только от застройщика в документах основания разрешение на влод должно стоять. Следующий вопрос. Есть такой сайт Домклик. Чем он отличается, допустим, от Авито, от других агрегаторов, где размещаются объявления о продаже квартиры? Да, наша площадка, она растет и развивается. То есть, мы делали аналитику, статистику посещаемости данного сайта. То есть, в декабре 2020 года данный сайт посетило более 22 миллионов клиентов. Клиентов, да. Более 22 миллионов клиентов. Значит, данная площадка вам дает такую возможность, как получение скидки по ставке минус 0,3, если вы приобретаете объект недвижимости с нашего сайта Домклик. Данным сервисом можно еще воспользоваться как анализом, вернее, еще есть дополнительный сервис на Домклике. Это анализ цены. То есть, вы можете купить либо пакетное предложение, либо штучное. Покупаете и делаете анализ цены, который формирует вам стоимость объекта на Домклике, вообще в рынке, да, насколько там высока цена. Либо она в рынке, либо она низкая. То есть, вы эту картину все видите. Девятый вопрос – это сберстрахование. То есть, мы знаем, что от страхования жизни возможно отказаться, но тогда процентная ставка увеличится на 1%. Соответственно, если мы страхуемся, почему мы должны выбрать сберстрахование, а не другие какие-то страховые компании? Ну, из преимуществ нашего Сбербанка страхования, я их хочу озвучить. Первое преимущество – это у нас самый высокий процент выплат. Ни одна страховая таким процентом похвалиться не может. Мы страхуем только своих заемщиков. Людей с улицы мы не страхуем. Значит, наши тарифы зависят от суммы кредита, от возраста заемщика, да, и полу. То есть, полувозрастные тарифы. Женщин мы страхуем до 60 лет, мужчин мы страхуем до 65. И возможность оформления нашего полиса через Домклик есть у каждого партнера агентства недвижимости, либо застройщика, либо у самого клиента через личный кабинет на сайте Домклик. Ну, то есть, можно оформить, не выходя из дома. Да, платить по карте, да, и получить при этом дополнительную скидку минус 10% от стоимости тарифа. И последний вопрос. Преимущества ипотеки в Сберии? Преимущества ипотеки в Сберии такие, как минимальный пакет документов, быстрота одобрения заявки. Вот для зарплатных клиентов буквально 1-2 минуты, и вы уже получаете одобрение. Быстрый выход на сделку, комфортная и безопасная регистрация объекта недвижимости в стенах банка, средства материнского капитала вы можете использовать в качестве первоначального взноса. Спасибо за ответы. Я хочу напомнить, что АНБ недвижимость является официальным партнером Сбербанка, поэтому, если вам потребуется помощь в оформлении ипотеки, приходите к нам в офис. Оформление будет совершенно бесплатное. Нужно лишь сказать промокод АНБ. Спасибо. Спасибо.